Привет! Сегодня будет необычный выпуск Киномании, и необычный он не тем, что я опять записываю дома, а тем, что он будет без сценария. Дело в том, что последние несколько дней я немножко приболел, но не той болезнью, о которой вы подумали, поэтому сил писать сценарий у меня не было. Все, что будет сейчас происходить, будет чистый экспромт. Немножко у меня здесь такой сценарный план на брошенные ноутбуки, чтобы я не забывал, о чем говорить, и надеюсь, что все запишу с одного дубля, и не будет, как в предыдущих программах, вот в неудачной дубле. Посмотрите их, кстати, сейчас. Квентин Тарантино поделился, что до съемок криминального сети... В сети появился первый эпизод мультсериала «Дома с Олафом». В Отом... В... Фотон... Фотон... Ну, не зря же я курсу фотосоп... Фотосопа. На этой немного интеллектуальной ноте я завершаю очередной выпуск «Киномании». Следующая программа, скорее всего, опять будет записана дома, поэтому одну из рубрик попробуйте... Надеюсь, что было смешно и надеюсь, что в этой программе их не будет. Но сегодня в программе зато будут новинки, отечественные новинки в онлайн кинотеатрах. Затем будет вот такая рубрика «То, что я читаю, связанное с кино» или «Собираюсь почитать». Затем новости и в конце будет опять викторина. Вот что сегодня ждет вас в очередном выпуске Киномании. Кстати, меня зовут Гоша. Не забывайте подписываться на меня в социальных сетях. И давайте начинать! Уже в некоторых онлайн кинотеатрах вы можете посмотреть новый фильм Егора Кончаловского «На луне». Фильм про то, как молодой парень, ну, мажор такой, живет полной жизнью и вдруг он совершает преступление, из-за которого отец отправляет его подальше на север, чтобы шумиха улеглась и про него, собственно, забыли. Там, на севере, он живет с молчаливым отшельником и, собственно, там ничего нет. Там нет ни связи, ни интернета, ничего из его привычной жизни. По сути, он оказался как на луне. И этот фильм вы уже можете посмотреть, не выходя из дома. Эй, человечество! Это Глеб! Вы мой новый прикид, зацените! Все, начинай новую жизнь! Трезвый и голодный! Мать, где мы? На луне! Извини, Дед. Это снова я. Снимай стресс, адмирал! Снимай! Ну да, ты прав. Не договариваю. Кое-что натворил. Хорошо бы немного пересидеть. Но дело не в этом. Хочу танцы! Хочу танцы! Мой сын не прав. Но он мой сын. И я должен что-то сделать. Если брошу свое министерство, к чертому, возьмешь себе помощника? Сам не бросишь. Виталик, он такой. Чего на отца гонить? Да я сажал таких, как он! А потом здесь оказался! Ты что, мать Тараза? Чего ты за других должен вписываться? Я свою жизнь спустил. Может, у них получится. Раньше я завидовал людям с идеями. Дедуля! О, мутец в устав, респект! А теперь-то я понимаю, что это обычные фашисты. Мешай! Греби! Не шути! Ну, юма! Им принцип важнее живого человека. Я, я, я! Сколько можно? Вызывай МЧС! Вытаскивай нас отсюда! Ешь. Тушенку не брать. Где-то остался! Уже есть тепло! Давай! А-а-а-а! Не сдох. Завтра вставай. Тихо тут у вас. На Луне. Также в онлайн-кинотеатрах вышел фильм «Ржев». Фильм, который основан на реальных событиях, которые происходили во время Второй мировой войны. Я этот фильм не смотрел, но мои знакомые его посмотрели и говорят, что не нужно все, что происходит в фильме, принимать за чистую монету. Потому что, как часто бывает в фильмах, основанных на реальных событиях, очень много художественного вымысла. Поэтому будьте бдительны во время просмотра. Готовится генеральное наступление. Поставлена задача оттянуть на себя все силы противника. Для основного удара. Поэтому ты пойдешь и возьмешь Овсянникова. У меня полроты осталось. Я не спрашивал, старший лейтенант, сколько у тебя людей. Я спросил, как ты понял приказ. Я даю тебе и твоей роте последний шанс искупить кровью. Стоя! Мы должны заставить их понять, что мы умеем не только отступать, но и стоять насмешно. Война! Вы отправляете их на верную, бессмысленную смерть. А еще вы можете уже посмотреть фильм «Вторжение». Это продолжение фильма «Притяжение». А если вдруг вам понравился фильм «Притяжение» и вы ждали продолжения, но не успели сходить на него в кино, то вот вам фильм «Вторжение». Я никогда так много не рифмовал продолжение «Вторжение». Все происходит случайно. Новый фильм Бондурчука про вторжение пришельцев к нам на родину вы можете уже посмотреть дома. Именно ты почувствовала, когда узнала о падении корабля? Я отключилась. Меня вытащили. А потом, когда ты узнала, что погибла твоя подруга? А о чем обычно думают люди, когда у них умирает кто-то из близких? Ну, это же не помешало тебе вступить в контакт с пришельцем? Вы ничего о нем не знаете. Юль, и последний вопрос. Ты уверена, что все это случилось с тобой на самом деле? Я обязана отвечать. Из всех перечисленных я посмотрел фильм «Кома». И мне этот фильм довольно даже понравился, несмотря на концовку. Хотя это немножко спойлер, то, что я говорю, что мне не понравилась концовка, но забудьте про это, что я сейчас говорил. В общем, фильм про то, как молодой человек попадает в «Кому». И там, в мире «Комы», целая вселенная. Целая вселенная воображения людей, их воспоминаний. И вот в этом мире главный герой обитает. Там есть свои правила, которые нужно соблюдать. Смотрится фильм довольно интересно. И, может быть, у вас возникнет желание этот фильм посмотреть. Я умер? В коме. То есть это все сон? Воспоминания. Все, кто впадает в «Кому», попадают в одно и то же место. Сюда. В коме у некоторых открываются уникальные способности. Чтобы раскрыть эти способности, человеку нужен толчок. Нужна опасность. Посмотрим, в чем ты у нас такой особенный. Тот с балкона, он у вас тут, типа, самый главный? Он нас научил выживать. Мы тут не случайны. Тут все. У кого не получилось, там, в реальности. У кого там не было будущего. Не разобрался ты, шатур. Здесь командую я. Если этот мир из воспоминаний, то... Откуда здесь они? Ложись! Где-то в коме есть целый остров, свободный от жильцов. Мы все время ищем тех, кто поможет нам туда добраться. Моя жизнь теперь здесь? Помни, что там не могла быть всем, с кем хотела. А здесь могу. Этот мир никогда не мог признать что-то непривычное, будь оно. Хоть вас сто раз лучше. Ну и зачем реальность после такого? Нам надо проснуться. Нельзя проснуться, понимаешь? Твое тело там, в коме, ты здесь. Ничего не сделаешь. Жизнь в коме так же реальна. Я сказал, держите ее! А еще, еще одно продолжение, которое вы можете посмотреть из отечественных фильмов, конечно, это «Лед 2». Я, может быть, когда-нибудь посмотрю этот фильм. Первую часть я посмотрел, и, к сожалению, когда я шел на первую часть, я не знал, что это какой-то романтический мюзикл. Я был не готов к этому. Когда я буду смотреть вторую часть, я уже буду к этому готов, и, соответственно, у меня будет другое восприятие фильма. Имейте в виду, предупреждаю вас об этом. Согласны ли вы взять в мужья Горина Александра Аркадьевича? Согласна. Горин! 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 Что они едят? До сих пор нет никакой информации, почему отсутствовал Горин. На мать похожа. И ноги идеальные. Назвал ты как? Надя. Горина! Ты мама там? А мама вообще что делала? Ты таксиста, она кто? Врач? А как семья? Гордятся вами? Я пытаюсь изо всех сил. Я так хочу, чтобы наша дочка тобой гордилась. Это легенда без номера. И сегодня этот человек вернулся в родные пенаты, чтобы влиться в команду. Ну ты не расстраивайся, на самом деле молодец. Да вы что творите, черти? Нас не догонят! Папа! Надюш, это все ради тебя. Нас не догонят! По-русски тебе говорю! Чоктау! Выкреплен! Джаксон! Двойной тулум! Давно тренируете? Ты обещала, что никогда на лед не выйдешь. Тоже врал. Сказала, что мама врач. Она фигуристка. У твоей дочери талант, как у мамы. К чему привело это ваше фигурное оказание? Маденька! Просто хотела, как мама. Это моя дочь, не ваша. Если бы он мог, он бы сам позвонил. Давай видео запишем. Пойду надену платье и корону. Папа! Ты с одной мальчик. Давай больше никогда не бояться. Ты с нами будешь перед голосом. Поверьте тебе, будешь к вам. Сейчас рубрика про книги о кино, которые я читаю, либо собираюсь прочитать. Давайте начнем с той книги, которую я читаю. Все это будет происходить в таком формате влога или блога, как правильно говорить. Поэтому я буду на ходу вам рассказывать про то, что я читаю. Вот, собственно, книга «Психология для сценаристов. Построение конфликтов в сюжете». Здесь даже вот закладка есть. Вот видно, сколько я прочитал. Книга довольно интересная. И занята она в первую очередь тем, что после каждой главы, после описания того или иного психологического термина, который важен для кино, есть задания, которые помогают вам глубже прописать ваш сценарий, если вы вдруг его пишете. Книгу вы, конечно, можете уже приобрести в различных магазинах нашего города. Далее, смотрите, есть «Искусство сценария. Как стать успешным автором на ТВ». Я, конечно, бы хотел стать успешным автором на ТВ, уметь писать сценарии для телеэкрана. Ну, или просто, может быть, некоторые из вас смотрят сериалы через ноутбук, через смартфон, не обязательно через телевизор. Вот. Книгу написала Памела Дуглас. И здесь, в этой книге, также, также разбираются различные сценарии. Здесь, смотрите, вот есть приведены сценарии, на основе на которых вы можете написать, собственно, свой сценарий и, может быть, станете успешным в мире сериалов. Очень важная книга для, вообще, для сценариста, для писателя, это «Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино». Здесь уже описывается, давайте даже зачту, что именно здесь будет в этой книге. В основе любой увлекательной истории, будь то сказка, миф, сюжет для романа или киносценарий, лежит «Путешествие героя», внутреннее или внешнее. Эта идея стала путеводной звездой для Кристофера Воглера. Кристофер Воглер – это автор этой книги. «Когда работая в сценарном отделе Диснеевской студии, он проверял на практике действенность мифологических схем, описанных знаменитым трудом Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Блин, у меня эта книга была «Тысячеликий герой», к сожалению, я ее отдал хозяину этой книги, так и не успев ее прочитать. Может быть, когда-нибудь я прочитаю ее. Вот, и так же, так же в книжных магазинах можете приобрести. Стоит недорого, я покупал ее онлайн, и вышла она мне дешевле даже, чем 170 рублей, кажется. Она стоит, вот эта книжечка, 170 рублей не так уж и дорого. Ну и в конце, вот хотел бы рассказать про книгу, как работает сценарий в Южной Калифорнии. Мне эту книгу подарили, когда я работал в ЗАМе. Так до сих пор ее, к сожалению, и не прочитал. Почему-то руки так до сих пор и не дошли. Книга, как утверждают в описании, это не просто книга, это учебник, благодаря которому обучаются в киношколах в США. Вот здесь авторы Дэвид Говард и Эдвард Мабли. В описании говорят, что они очень известные люди, но, к сожалению, я с ними не знаком. И, может быть, я знаком с их творчеством, посмотрев их фильмы, может быть. Но, к сожалению, я толком даже не знаю, кто это. Но книга сама по себе очень полезная для сценариста, если вы хотите, конечно же, им быть. Вот такая вот, в таком формате, в формате влога, все в прямом эфире, без дублей, рассказал вам про книги. Очень интересно мне знать ваше мнение, как вам такой формат, интересно или нет. Или, может быть, все вот эти мои запинания, вот эти... Или молчания в камеру, ну, немножечко не то и нужно поменять. Пожалуйста, напишите в комментариях, либо сразу мне в Инстаграме или ВКонтакте, ну, в социальной сети, в которых я есть. Ну, собственно, я только в Инстаграме и ВКонтакте есть. Поэтому пишите. Буду рад обратной связи. Одна из самых главных новостей этой недели это первые кадры из нового фильма Дэнни Вильнёва «Дюна». Фильм должен был выйти в ноябре, но его перенесли на декабрь. И очень надеюсь, что все-таки в декабре этого года нас ждет этот фильм. Камский фестиваль никак не хочет отменять себя, поэтому все переносит и переносит. Сейчас он должен был выйти в июне, но президент Франции дал указ, что до середины июля никаких массовых мероприятий не проводить. Поэтому сейчас организаторы Камского фестиваля выбирают новую дату. Спецэпизод друзей, который должен был выйти в мае вместе со стартом стримингового канала от HBO, не состоится. Потому что, ну, сами понимаете, из-за чего. Съемки отменились. И когда выйдет, неизвестно. А вот Джеймс Ганн утверждает, что его отряд самоубийц выйдет в намеченный срок. Это у нас август 2021 года. Недавно стало известно, что Роберт Де Ниро и Хакин Феникс перед съемками Джокера немножко поздорили между собой. Но, как говорят, что это даже им помогло в их актерской работе. Продолжение взрывной блондинки выйдет на Netflix. Шарлиз Терон, скорее всего, вернется к своей роли, а также она займется продюсированием. На данный момент ищут сценариста. Режиссер Мэтт Ривз рассказал, что от нового фильма про Бэтмена снято 25%. Сейчас, находясь в самоизоляции, на карантине, режиссер просматривает отснятый материал и думает, как бы снять те сцены, которые еще не сняты. Как сам он утверждает, что сценарий переписываться не будет, потому что до этого он занимался написанием мира, сюжета, около двух лет. Еще одна новость про Netflix. И сейчас этот стриминговый канал готовит мультфильм. Но не простой мультфильм, а мультфильм, по идее, Гора Вербинский. И сам же Гор Вербинский займется постановкой этого мультфильма. Вот в штате Луизиана, в небольшом городке в этого штата, креативно, так скажем, подошли к соблюдению карантина и самоизоляции. В определенное время в этом городке начинается комендантский час, после которого нельзя особо выходить на улицу. И чтобы люди более охотно соблюдали этот комендантский час, момент его наступления оповещает музыка из фильма «Судная ночь». То есть тот сигнал, который звучал в фильме «Судная ночь». Если вы помните, про что этот фильм, то вы понимаете, почему резко снизился выход на улицу после этого сигнала, собственно. Дуэйн Джонсон рассказал, что когда-то пробовался на роль Джека Ричера. Но эта роль отошла Тома Крузу, и поэтому он смог стать частью вселенной «Форсаж», то есть сыграть того самого Хоббса. И благодаря этому ему открылся путь к вершинам славы. Новый выпуск Киномании, новая киновикторина. Сейчас вам нужно будет назвать 10 фильмов про изоляцию и вирусы. Фильмы, ну так, немножечко актуальны в данный момент. Может быть, вы смотрели их сейчас, сидя дома. В общем, я думаю, что у вас все получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, на этом очередной выпуск Киномании подходит к концу. Огромное спасибо, что досмотрели до самого конца. Вытерпели все мои вздохи, прерывания, молчания, запинания. Спасибо вам большое за это. Также не устаю напоминать про меры предосторожности. Пожалуйста, чаще мойте руки и по возможности оставайтесь дома. Всем вам желаю здоровья, не болейте. Пока-пока.